всем привет обзор смартфона oppo a54 версия на 4 гигабайт оперативной памяти 64 гигабайта встроенной памяти со стоимостью наличия можете знакомиться в описании к этому видео смартфон в цвете blue так смотрим на комплектацию открываем коробку внутри у нас сам смартфончик вот тут конверт в конверте скрепка для sim слота и силиконовая задняя накладка есть хорошо дальше сам смартфончик адаптеры для питания поддерживающий быструю зарядку видимо такой массы и кабель usb type-c для подключения компьютера зарядки вот эта вся комплектация то есть стандарт это блок зарядкой и есть силиконовая задняя накладка на заднюю часть устройства хорошо открываем ну и также есть транспортировочная пленка которую можно первое время использовать как ну для защиты смартфона не снимать ее просто ходить с ней но принципе годится для защиты на первое время смартфон сделан из пластика это глянцевый пластик тройная камера сзади и вспышка диагональ дисплея 6 половиной дюйма фронталка посередине сверху в левом углу на левой грани слот и кнопки регулировки громкости справа кнопка включения совмещена со сканером отпечатка пальцев сверху нет ничего снизу джек для наушников порт избитая все динамик и микрофон хорошо давайте посмотрим что это за слот откроем его полноценный слот на 2 наносим карточки и микро sd карточку для расширения памяти включим устройство оценим скорость включения ждем пока прогрузится смартфончик батарейка у нас 5000 миллиампер час то есть поэтому есть быстрая зарядка потому что батарейка достаточно объемная заряжает заряжаться от обычной будет долго но стоит что идет комплекте за решили заряжается нормально вот автономность смартфон показывает хороший тут нетребовательные дисплеи процессор поэтому автономность полтора дня в нормальном использовании тут будет спокойно ожидаем полной загрузки и как раз загружается смартфончик дисплей как я говорю 6 и 5 дима разрешение 1600 на 700 1600 на 720 точек IPS дисплей стандартный 60 герц поддерживает 10 точек касания перейдем в настройки посмотрим на версии операционной системы тут своя прошивка color os вот колор с версия 7.2 android 10 4 гигабайт оперативки 8 ядерный процессор давайте о железе поподробнее перейдем гиг бенч 5 медиатек мд 67 65 в 8 ядерный 4b4 182 и 3 герца тактовая частота видео ускоритель power rg 8320 разрешение и дисплей пи пи запустим тест процессора увидите уже сам результат так результат теста процессор 1 ядерный 1 ядерный мультиядерный тест хорошо закрываем теперь переходим к antutu benchmark запустим запускаем тест увидите уже сам результат так результат теста antutu benchmark 118000 сделаем тест мульти тач посмотрим сколько касаний поддерживает дальше устройство 10 касаний хорошо закрываем и теперь давайте посмотрим на то как работает тяжелая игрушка gta sandra с делаем настройки на максимальное и запускаем игру ну а Отлично работает GTA San Andreas, все очень плавно. Проблем, в принципе, сейчас не вижу никаких, сейчас еще посмотрим. Да, отлично все работает на максимальной графике. Поиграть можно без проблем. Продолжение следует... Закрываем GTA San Andreas. Теперь покажу вам примеры снимков на камеры этого устройства. Камера здесь тройная, 13 плюс 2 плюс 2 мегапикселя. Выведу снимки на экран, сможете оценить качество. На этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на клом Максимум Балл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok